Камеры современных смартфонов уже давно перестали быть просто приятным дополнением к остальному телефону или же заменой простенькой мыльничке. Конечно, в большей степени это утверждение касается флагманских моделей. Для многих фотографов и видеографов топовые смартфоны стали важным, а иногда даже основным рабочим инструментом. Например, последний фильм Стивена Содерберга «Безумная», премьера которого состоится уже через месяц. Так вот, этот фильм был снят полностью на 10-й iPhone. Можно ли было такое предвидеть лет 10 назад? С другой стороны, рынок фото и видеокамер тоже отнюдь не сдулся. Новые модели появляются с завидной регулярностью, и за те же 10 лет их качество серьезно выросло. Например, сейчас мы заканчиваем снимать обзор одной из лучших видео без зеркалок 2018 года. Это Panasonic GH5S. И, пользуясь случаем, мы решили напрямую сравнить ее с камерой iPhone X. Сравнение, конечно, не совсем справедливое, но посмотрим, сможет ли флагман Apple тягаться с аппаратом, за который просят втрое больше денег. Для максимально корректного сравнения мы закрепили iPhone прямо на Panasonic'е. Сдвинул их камеры, насколько это было возможно. Все это поставили на трехосевой стабилизатор DJI Ronin M, а в некоторых случаях использовали просто штатив. Снимали мы в формате 4К с частотой 60 кадров в секунду в стандартных режимах. Начнем с самого простого, со съемки на улице в солнечный день. Самая большая проблема, с которой может столкнуться любая видеокамера, это недостаток освещенности. Но здесь, очевидно, все в порядке. При увеличении становится заметно, что телефон немного уступает в резкости, но кадр в целом даже на большом экране выглядит отлично. Усложним задачу и перенесемся в вечернее время на улицу с достаточно ярким искусственным освещением. iPhone начинает немного шуметь в тенях и теряет резкость в попытке эти шумы подавить, естественно, вместе с мелкими деталями. Самые яркие участки вроде лампочек размазываются, но, впрочем, GH5S здесь тоже теряется, хотя и в меньшей степени. Следующая сцена – оранжерея ботанического сада. Несмотря на то, что на улице день, на самом деле здесь очень темно. С шумами Panasonic пока более-менее справляется, но уже немного теряет детальность. Apple шумит заметно сильнее. Это видно даже на светлых участках. Очевидно, что в десятеро меньшая матрица iPhone X все-таки не слишком блещет при плохом освещении. Хорошо. Вернемся в нашу родную студию со специализированными осветительными приборами. Картинка снова становится отличной. На этом примере видна еще одна особенность iPhone. Если в фоторежиме имитировать размытый фон он уже худо-бедно научился, то на видео хоть сколько-нибудь существенного эффекта не получить. Здесь даже далеко не чемпионский в этом плане Panasonic заметно вырывается вперед. Ну и поскольку оба аппарата умеют снимать слоумо с частотой 240 кадров в секунду и разрешением Full HD, то интересно сравнить их и в этом. При такой скорости выдержка каждого кадра получается совсем мизерной. Поэтому мы использовали два мощных источника света. В таких условиях обе камеры показывают отличный результат. Хотя у Panasonic картинка все же чуть более детальная. Так какие же выводы можно сделать? Хотя специализированные камеры и сильно упрощают жизнь, но с помощью iPhone X тоже можно снимать отличное видео. Правда для этого нужно понимать его ограничения и соблюдать некоторые условия. В первую очередь вам понадобится много-много света. Естественного или же искусственного. И если ваша художественная задумка не требует размытого фона или запредельной резкости, то никаких препятствий для творчества мы не видим. С вами была Ника, любительница танцев. У меня на фоне играет рыбчина, поэтому сегодня будем дабить. Йоу! У меня же единорог дабит!